Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами программа «Мир вашему дому» и Аиша Тухаева. Их подвиг, особенно в наши дни, велик. Молодые ребята, ушедшие воевать в зону СВО и не вернувшиеся живыми к своим семьям. Горе их матерей, сестер, детей, вдов не описать словами. Торжественное мероприятие в поддержку тех, у кого родные погибли в зоне СВО организовал коллектив школы благонравия имени Айшат Ахматиловой при поддержке Муфтията Республики Дагестан, мэрии Махачкалы, Министерства по национальной политике и Министерства спорта Республики. 21 год был Владику Мистериханову, когда он погиб в зоне СВО. Его мать Сабина не может говорить о нем, слезы наворачиваются на глаза. А о том, каким смелым был погибший Владик, нам рассказывает его брат Эмир. Эмир писал письма солдатам, которые находились в зоне СВО. Его брат читал их своим сослуживцам. Своими письмами маленький Эмир хотел поддержать наших бойцов. Я им писал, какие они мужественные и не побоялись защищать Родину. Они все очень бесстрашные, мужественные, храбрые, сильные. Один из них мой брат. Я горжусь им, что он не побоялся защитить Родину. Если бы нужно было, я бы как он пошел бы защищать Родину. Наступит такой день, когда в отпуске я буду и дирижение исправлять. Шамиль погиб в марте прошлого года. Он, рискуя жизнью, вытаскивал из-под обстрела раненого товарища и сам получил ранения, несовместимые с жизнью. В апреле ему исполнилось бы 23 года. Зарипат ждала сына и молилась за него. Летом должна была состояться его свадьба. А погиб он в марте. По телефону успокаивал маму. У нас тут все нормально. Ты только молись за нас. Шейх Ахмад Афанди посетил мероприятие и прочитал мольбу за всех, кто воюет сейчас в зоне СВО, за всех погибших и тех, кто ждет их дома. У меня сын в прошлом году в марте погиб под Николаем. Единственное, когда мы с ним созвонились 26 февраля, он говорил, мама, нас отправляют в командировку. Неизвестно, когда мы приедем. Но мы летом приедем, он мне сказал. Единственное, помолись за меня. И еще спасибо Сульману Керимову, что он отправил вас в этом году в хадж. И в Мафтияту, и в Марва Тор. Всем спасибо большое, огромное. Я хотела бы, чтобы вы сделали за наших мальчиков дырак. Супруга и советник Муфтия по общественным связям Айна Зайербиковна Гамзатова с самого начала СВО поддерживает матерей и вдов погибших. «Нет чужого горя. Это наше горе», – говорит она. Она присутствовала на мероприятии, выступила с теплыми словами поддержки и благодарности. Также взял слово мэр Махачкалы, министр по национальной политике и делам религий и другие известные гости. Сегодня такая смена приоритетов, ценностей идет. Вчерашние и Бэтмены, и суперверои, и так далее, сегодня это их отцы. Сегодня их отцы – это герои, которые защищают Родину. И память о них всегда будет жива в наших сердцах. И нам очень важно, чтобы дети это чувствовали. Что мы живем одной большой семьей. И чужого горя, чужих детей не бывает. Сегодня мы разделяем их состояние, но мы также хотим поднять их дух. Пока мы здесь на земле, пока мы живы, мы должны поддерживать друг друга и быть рядом. Сегодняшняя акция проводится в школе благонравия имени Айшата Ахматиловой. Скоро будет год, как ее нет вместе с нами. И вот ее семья решила провести вот такую акцию. Я думаю, если любой другой дагестанец тоже пойдет следом за этим примером и будет проводить такую поддержку, это будет очень эффективно. И тем людям, которые сейчас здесь на земле, и погибшим людям, мы же все верующие люди, и тем погибшим, которые ушли в иной мир, я думаю, будет польза и тем, и другим. Присутствовавшие на мероприятии официальные лица выразили готовность поддерживать семьи, в которых есть служащие и погибшие в зоне СВО. В частности, мэр Махачкалы озвучил несколько инициатив. Сейчас разрабатываются новые проекты. Когда кто даже по бюджету не проходит в высшие учебные заведения, колледжи, какая-то поддержка, чтобы была часть оплаты, возьмет на себя государственные бюджетные учреждения. Это акции тоже. И плюс, во многих вопросах, которые сегодня касаются семьи, участников, мерия Махачкалы, вот, мною даны поручения, чтобы им адресную поддержку отказывали. Каждой семье будут закреплены наши люди, которые будут непосредственно находиться рядом с ними, и какую-то часть ответственности будут принимать на себя, будут помогать. От всех наших чемпионов приветствуем и говорим вам, мы все спортсмены, горой будем за вас стоять. Мы всегда для вас поддержка. Считайте, что вы никого не потеряли. Мы всегда с вами рядом, наши олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Желаем вам крепкого здоровья, успехов. Не падайте духом. На мероприятии присутствовали представители Муфтията, по чьей инициативе и проходит множество подобных встреч. Министр по национальной политике и делам религий выступил со словами благодарности в адрес Муфтията и шейха Ахмада Афанди Абдулаева. Мы должны поблагодарить нашего уважаемого шейха за огромный, огромный труд, огромную работу, которую проводит Муфтият Республики. Для того, чтобы у нас был в Республике мир и порядок, межнациональное, межконфессиональное согласие среди народов, которые проживают в нашей Республике. И огромную часть работы, которую должны делать органы власти, они берут на себя. «Пойдешь на прорыв?» – спросил у шахбана командир. И он без раздумий выдвинулся на минное поле. Он погиб от смертельных осколочных ранений, но очистил минное поле и тем самым спас товарищей. В мае должна была состояться его свадьба, а погиб он в марте. Шуайнат, его сестра, скорбит по брату. В ее глазах неугасаемая боль, а в зоне СВО сейчас воюет ее муж. С высоким чувством долга многие наши герои уходят защищать Родину. Это мероприятие очень важно для женщин, для детей, которые остались без отца, без мужского плеча. «Спасибо, что не забываете», – говорит Шуайнат. «Настро у них был всегда боевой, он и есть, всегда со словами «а кто, если не мы?». «Тамо наши ребята, мы не можем вернуться, а кто, если не мы?». Всегда вот эти вот слова, я считаю, слова героя, не каждому гонотой говорить. И как-то некоторые хотят как-то остаться, не пойти, ищут разные причины вернуться. А те ребята, которые говорят, мы своих не бросим, тому наши друзья, а кто, если не мы? Мы не можем находиться здесь, когда наши друзья, наши сослуживцы, сотоварищи находятся там. Они много значат для нас. Герои, их семьи, дети и вдовы под нашей защитой. Они будут окружены нашей заботой, так говорили выступавшие на мероприятии. После официальной части начался настоящий праздник для детей, родственников погибших в зоне СВО, с игровыми шоу и, конечно же, подарками. Физара, конечно, неплохо, но Аду читать любишь? Да. Здесь любимая. Она читает в ресторан. Она читает, но бабушка подсказывает. Самое лучшее, что можешь читать. Смелее, смелее, давайте, ты повышай, назад, ты кто? Мы не должны забывать подвиг наших земляков, которые ушли молодыми, чтобы защищать Родину. Нужно бережно хранить и передавать детям истории о них. То, что они стали героями, безусловно, заслуга семьи. Они получили достойное воспитание. Поэтому забота о семьях ушедших – это святой долг всех, оставшихся в живых. На этом мы с вами прощаемся. С вами была программа «Мир вашему дому». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова